здравствуйте в гостях на затыке экономист и бывший если я наверное не ошибусь и скажу первый заместитель посла кыргызстана в соединенных штаты алмаз таласа щукин добрый день рад видеть вас у нас в эфире спасибо что пришли насчет первого точно скажу может первый единственный был один был один первым послом было отумбаева роза исаковна и вы следом медья временного и и через полгода отозвали назад на министр иностранных дел она вернулась на родину и я остался и замещать и четыре с половиной года замещал собственно вы как уже поняли будут говорить о том периоде когда вы работали в ранге посла временного поверенного соединенных штатах расскажите как это было как вы попали в соединенных штатах здесь миссии этой довольно интересная история потому что ну попал я как обычно она меня пригласила я к ней зашел наши министерства были рядом я работал в министерстве финансов она сидела в домике писателей там такой маленький дом на недалеко от старой площади где находился весь мид она это у тумбаев дороса и лет вот собираюсь через месяц-два выехать по секрету в америку вы открывать первое посольство мне нужен экономист согласен ты поехать или нет потому что там довольно большой объем экономической работы вошингтон находится помимо всех американских организаций еще находится мировой банк международный валютный фонд которые оказывали большой объем помощи стране поэтому она ведь мне нужен экономист когда это уже было известно секретно скажем ну честно уже не помню где-то между февралем и апрелем 93 года потому что выехали мы в мае после майских праздников почему этот вопрос задаю а до сих пор идут споры кто же все таки первым признал кыргызстан независимость кыргызстана соединенные штаты или турция эта тема интересная я думаю все таки соединенные штаты потому что тут надо немного считать с чего мы начинаем да потому что у нас в основном говорят что советский союз распался 19 декабря после алматинского совещания когда собрались там четверо-пятеро месяц назарбаевым но на самом деле я считаю что советский союз прекратился существование 8 декабря когда воскресенье 8 декабря беловеческой пущи без назарбаева четыре славянских лидера три таких славянских лидер распустили советский союз потому что в свое время там в самом начале декларацию о создании ссср принимали вот беларусь и украина россия еще кто-то 16 декабря бейкер находился по моему алмате и он где успевал заезжал где не успевала не рассылали телеграммы о признании и вот в казахстане я точно знаю что американцы не были первыми они по-моему были вторыми там какими то есть там отдельные истории по поводу коррестана я думаю это несложно узнать но я не занимался этой истории на документы поднять я думаю американцы либо первый либо вторых встречался сорок первый президент соединенных штатов джордж буш старший как раз на период его правления произошел развал союза и многие страны практически все страны обрели суверенитет говорят что буш старший сыграл очень большую роль вот именно в поддержке у него были какие-то особые отношения с кыргызстаном какие были если вы знаете да это хорошо знаю этот период истории буш относился с особым вниманием к иргызстану но и она потом передалось принципе трудно и клинтон который победил на выбор девяносто втором году и потом следующие восемь лет был президентом сша при нем тоже достаточно большое внимание уделялся и все было очень просто потому что если вспомнить историю когда советский союз развалился у всех у нас самый лучший друг на свете был сша все восхищались все говорили вот наконец-то проклятый коммунистический режим упал мы свободны мы независимы мы научимся демократии и всему 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 хорошему то есть где-то один два три года наверное был такой расцвет отношений американцы были самые желанные гости везде к сожалению потом история пошла другим путем и в результате справедливых иногда несправедливой информации сейчас скажем так америка не является явным и все любимым партнером всех бывших советских республик а некоторые не очень даже любят их но дело не в этом а вот кыргызстан отличался потому что во всех бывших союзных республиках центральной азии остались бывшие партийные руководители но и понятно что американцы на словах приветствовали всех этих президентов но в душе понимали что это тот же самый каримов который был первым секретарем цк ком партии узбекистана теперь называется президент независимый узбекистан тот же самый не язов первый секретарь цк ком партии туркменистан теперь президент свободу туркменистан и так далее и вдруг и только в одной республике кыргызстане вдруг академик открытым взглядом высказывающий такие там демократические суждения глобали свободный немножко говорит по-английски он явно отличался и и поэтому в общем-то у кыргызстана самого начала закрепился символ что это островок демократии центральной азии помимо островка демократии потом я скоро конечно придумал лозунг что мы 2 швейцария пока не получается но похоже так что поэтому было особое отношение они всячески старались помочь они понимали что объективно у кыргызстана самая тяжелая ситуация потому что чего-то такого там быстро добыть продать разбогатеть нету нету не нефти и нет там доступа другим каким-то ресурсом единственно ресурс золото но требует очень много времени очень много инвестиций чтобы добыть золото поэтому мы пользовались до середины 90 вообще было безоговорочная поддержка роль джорджа буша старшего по отношению кыргызстана какая была но он скорее как отец-основатель потому что дальше у него большой роли не был поскольку он проиграл как вот мы помним выборы осенью 92 январе 93 он освободил белый дом и я его увидел уже осенью 93 уже через полгода после того как он был уже президент в отставке но как раз они с бейкером который не был госсекретарем открывали в хьюстоне институт публичной политики имени бейкера это вот этот разговор состоялся очень интересно было и бейкера послушать как он где чуть не в самолете взял бланки писал то мы признаем вашу независимость что ведь ехать назад вашингтон за бумагами после ягод оказался там 16 декабря на волнахе и потом я не помню куда он летал попасть и но он в общем ягод чуть не 10 дней летал по советскому союзу раздавал декларации о признании независимости который писал в самолете ясно но можете вспомнить роль в первые годы буша отношения к рыбистана экономически политически политически он поддержал экономически экономически вы знаете президент сша человек большой же то есть достаточно если он говорит эту страну надо поддержать все вот это собственно говоря он больше не говорит там огромная машина которая начинает работать и вот что интересно там в американской внешней политики у них нет роли мида вот госдеп который все говорят то на самом деле не очень большая организация но под зонтиком госдепа сидят все остальные условно говоря сельским хозяйством занимается внешняя служба минсельхоза туда приезжают сельхозники ну понятно обороны занимаются военные торговли занимается внешняя служба мин торга и так далее то есть вот это под когда мы говорим о госдепе посольстве сша на самом деле это набор очень хороших специалистов во всех областях им достаточно дать направление все остальное они уже знают как делать я к тому что у нас происходит зачастую наоборот у нас все централизовано через мид приходит указание мид но мид сам ничего сделать не может нет начинает писать там цельхозу остальные вот просят то и получается немного испорченный телефон ясно вот вы начали за затронули тему первой революции 2005 года многие полагают что с такими на соединенные штаты сыграл большую роль в организации проведение этих акций протестов в кыргызстане вы что видите как видеть и понимаю в этот момент вы уже находились в алматы и возможно во первых меня здесь не было хотя я тут в день революции я сюда прилетел абсолютно случайно прям вот в тот же вечер я оказался здесь вообще ездил вечером смотрел на некоторые там магазины которые там растаскивали или еще что такое на мой взгляд вы знаете есть я не верю в теорию я не верю что американцы занимаются там созданием революции всяких но я верю в спичку да условно как ее называют кто-то где-то подносит спичку но загореться может только то что горит и какими бы ни были там не знаю спецслужбы всего всего мира там американские любые другие там назовите никто не сможет в стране сделать революцию если в стране нет революционной ситуации а вот революционную ситуацию стране создала кайф он довел ситуацию до того что все дружно сказали нет этого президента мы больше не хотим и так далее потому что когда в стране мы разные мнения в стране начинается гражданская война половина говорит не хотим половина ведь хотим это уже другая ситуация много революции мы называем когда все одним там вместе говорится все надо это менять поэтому ответ коротко я не думаю что там американцы что-то сделали сегодня какая заинтересованность западных стран конкретно соединенных штатов в нашем регионе конкретно в кыргызстане какие сегодня отношения но сегодня я думаю относительно тихо потому что если быть откровенным афганская война уже на спаде транспортной базы здесь нет еще чего-то там нет поэтому каких-то сильно больших стратегических интересов сша я здесь не вижу но вот как раз возвращаясь джорджу бушу старшему наверное я бы сказал что это был последний президент к сожалению который еще видел весь мир как единое целое и видел роль сша которая на них свалилась судьбою быть лидером этого мира потому что очевидно что после второй мировой войны в мире осталась одна супердержава и все остальные лежали в послевоенной разрухе и вот 30-40 лет мир естественно слушал сша да то есть америка выводила европу из трудности америка выводила азии с трудности где могла там противостояла советскому союзу и так далее и вот этот дух что мы должны построить мир что бы ни говорили про американцев они никогда никого не захватывали то есть даже если были войны американцы побеждали они уходили они никогда даже в раке они не остались же они завоевали рак было неправильно но тем не менее развернулись ушли сказали все до свидания сами тут продолжайте то есть все таки америка не империя и никогда захватом чужих территорий двадцатом веке не занималась и вот сожалению сейчас с дональдом трампом отношение совсем другое вот это америка в первую очередь там забудь весь мир только американские интересы нас интересуют я думаю сейчас мы к сожалению возвращаемся к тому что было в начале двадцатого века политики изоляционизма и протекционизма то есть очень узкое понимание что вот этот мой интерес вот это мое все остальное не хочу слушать но у нас мир то единый на самом деле вот такое понимание что здесь мои интересы там твои она неправильная на сына переплетенные интересы но я думаю сейчас мы на несколько лет проживем все-таки в этом режиме ну они спросить про экономику экономисты конечно я не могу относительно экономики кыргызстана после вхождения в с многие экономисты у нас говорят что да и вообще цифры говорят о том что импорт резко возрос а экспорт в кыргызстане постепенно уходит к нулю с чем это связано на ваш взгляд и не превращается ли кыргызстан из реэкспортной страны которая нажила порядка 20 лет даже больше в нечто другое мне трудно судить потому что я реальными данными не владею но я вот слышал шутку один сказал товарищ что если посчитать все обувь которую кыргызстан импортирует каждый кыргыз одевает сорок пар башмаков готовься они официально заходят официально никуда не выходят но как-то они исчезают же мы же не покупаем по 40 пар обуви каждый то есть когда такое явно несоответствие импорта с экспортом и отсутствие данных начал уходит мимо официальной статистики вся эта обувь куда но вы знаете очень хорошо то что происходит в казахстане потому что последние 10 лет вы живете именно там в алматы говорят о том что харгос начал очень сильно работать и практически половину дурдо и сейчас и едут закупать товар через казахстан что можете сказать по поводу того что казахстан перенимает этот пальму первенство ре экспортной страны у кыргызстана или этого не происходит я это не видел я специально поехал на харгос во-первых надо отделять две вещи когда мы говорим по харгос люди часто не понимают там есть базар харгос так называем международная зона и там есть реальный железнодорожный узел харгос так называемый сухой порт где приходят китайские заходят поезда с грузами но у них узкая колья у нас широк и вот эти грузы переваливаются с китайских составов на наш стандарт и уходят дальше в европу там работа идет там большие перспективы и вот этот как бы мостик который соединяет и китай через центральную азию с европы он очень важное значение имеет а вот этот полу базар там не так много если сравнивать даже визуально то что я видел но одна калитка людей там в очередь пропускает потихонечку до обеда кто-то заходит после обеда не выходит все сравнить это с дардоем конечно я видел когда там колонны камазов с дардоем выходят это совершенно разные вещи я про другое скажу что украинстан по моему выходит на первое место в мире по количеству денег которые присылают бывшие кардинские граждане домой мы там побили по моему же таджикистан таджикистан был на первом месте да все это кривистам первое место за 10 месяцев почти миллиард семьсот миллиона и вот тут это только официально официально я допустим помогаю там семье родным близким я очень редко банком пользу просто положил в карман подъехал отдал вообще мимо статистики происходит вообще а таких как много которые передают через родных через близких там вот и тут есть плюс минус плюс конечно показывает что коррестанцы которые выехали они достаточно успешно адаптируются других странах самый большой минус который я вижу угроза для страны уже прошло 15 а то и больше лет как все уехали у них уже родились дети которые не видели коррестан или не знают его вообще и они не вернутся а раз не вернутся дети не вернутся родители то есть мы трудовую иммиграцию превращаем уже в постоянную и этот отток населения из временного потихоньку закрепляется закрепляется становится постоянно мы получаем диаспоры там в россии в сша и казахстане что происходило в армении везде но это уже диаспоры эти люди уже не возвращаются спасибо большое спасибо что вы пришли к нам спасибо что пригласили да и хотел бы высказать благодарность за вашу работу что столько лет самого первого дня за тык существует и многие годы выполнял критически важную информационную роль такую стране всегда читаю вас с интересом спасибо большое в эфире на затыке экономисты и первый заместитель посла кыргызстана в соединенных штатах алмаз чуки а и и Субтитры создавал DimaTorzok